здравствуйте меня зовут игорь четвергов в этом мире я известен как организатор соревнований и небольшой путешественник сейчас мы с вами поговорим какой рюкзак вам необходим для определенного путешествия ведь только по рюкзаку другие люди узнают что вы куда-то собираетесь в зависимости от ваших целей в зависимости от того куда вы собираетесь направиться вам нужен рюкзак определенного типа сейчас будет небольшой гайд по направлениям и по моделям которые подойдут для них больше всего люди у нас конечно же ходит и сейчас посмотрим какие трекинговые рюкзаки у нас есть итак если нам нужен рюкзак для трекинга это очень широкое направление мы должны точно понять насколько длинный у нас поход насколько много у нас вещей поэтому рюкзаки для трекинга могут быть мощными прочными тяжелыми а могут быть и очень легким давайте посмотрим каждый выходил так как понятие трекинга очень широкое то и диапазон литражей рюкзаков может быть совершенно различным рюкзаки от 60 до 110 литров в целом могут считаться трекинговым главная особенность трекингового рюкзака большого объема это мощная анатомичная спина желательно материал air mesh он быстро мокнет и быстро сохнет не верьте никогда никому что ваша спина не будет мокнуть всегда будет мокнуть спина под большим рюкзаком большой рюкзак для трекинга характеризуется тем что его спина будет довольно таки объем чтобы максимально мягко садиться на плечи ведь в течение дня весь этот вес будет непосредственно надавить на вашу мышцы и это давление должно быть минимальным вы это можете сократить за счет веса самого рюкзака либо за счет анатомичной мягкой спины характерной особенностью большого рюкзака является объемный пояс он обеспечивает прилегание рюкзака нижней части рюкзака непосредственно к вашим подвздошным костям именно на них лежит вес рюкзака любой пояс рюкзаке должен обладать вот такими стяжками благодаря им нагрузка от пояса переходит практически на каркас ну и конечно же надо сказать про лямки лямки не должны быть узкими лямки не должны быть тонкими так же как и спина лямки должны быть объемными и мягкими чтобы пространство над плечевым суставом не сильно чувствовал нагрузку ну и самое главное естественно как и любой рюкзак в зависимости от вида деятельности он должен подходить под размер если есть система регулировки регулируйте если нету выбирайте правильный размер для рюкзаков которые предназначены для длительных приключений характерно огромное количество карманов либо хотя бы один большой карман туда можно положить различные мелочи которые помогают передвижение также для рюкзаков таких очень важно имейте не самый тонкий материал ведь если вы идете на месяц у вас должен быть большой запрос прочности в том числе и в рюкзаке в общем рюкзак и для длительного трекинга не должен быть самым легким он должен быть прочным и надежным с мощной спиной с мощным поясом и с мощными плечами если вы собираетесь идти далеко и долго и нести много вещей вам потребуется хороший жесткий каркас например из дуре алюминия с точки зрения данного формата мощного довольно-таки прочного рюкзака для трекинга но не для горного туризма у нас есть моделька оксидин 65 и бионик 50 здесь мы видим плюсом дополнительный второй вход в основной объем это немаловажно ведь захочется что-нибудь достать это тоже очень характерная особенность трекингов рюкзаков которые рассчитаны на длительные походы а также в oxygene 50 есть большой фонтальный карман куда тихо спокойно вы можете сложить мокрые вещи мусор который встретите по дороге обязательно вы собираете ну соответственно просто расположить то что необходимо там расположить аптечка рация все что угодно и самое главное про что чуть не забыл сказать любой рюкзак для трекинга должен быть защищен от флаг поэтому внизу у него найдется большой rain cover желательно сигнального цвета также есть хорошая модель навигатор в литражом 75 85 литров облегченная версия тяжелого трекингового рюкзака и не забываем что можно в целом ходить легке можно с веса рюкзака сбросить лишние 500 грамм лишние 500 грамм это либо две банки тушенки в железе ну либо еще что-нибудь более вкусное также для легких пеших путешествий подходит серия градиент у этих рюкзаков есть несколько видов объемов от 50 до 80 литров чем характерны эти рюкзаки у них уже нет такая мощная спина 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 максимально тонкая чтобы весь ваш вес а он не должен быть тяжелым максимально близко находился к ваш спине плоская и тонкая как я уже сказал что пояс несет практически 60 процентов веса рюкзака в данных рюкзаках пояс довольно таки мощный чтобы все практически лежало на ваших тазовых костях данная концепция рюкзаков обладает чуть более тонким материалом при этом материал имеет полиуретановую пропитку он отлично защищен от влаги небольшой дождик выдержит одним из главным показателем того что это рюкзачок облегченный это отсутствие каких-либо мощных боковых карманов карманы обычно всегда облегченные из сеточки с максимальным количеством отверстий чтобы оттуда либо что-то достать либо что-то положить также все легкоходные рюкзаки имеют функционал боковых карманов куда вы можете спрятать все что вы можете спрятать еду на ход ноги аптечку фотоаппарат данный формат рюкзаков не имеют очень мощного внутреннего каркаса как а здесь состоит из стеклопластика тоненького футка который определяет всю геометрию рюкзака в отличие от рюкзаков которые рассчитаны на более тяжелые грузы эти рюкзаки более легкие и требуют к себе более легкого снаряжения вся концепция легкоходства в трекинге заключается в том что вы всегда что-то можете отстегнуть либо что-то пристегнуть вот например вы всегда можете облегчить рюкзак тем что можете избавить его от лишних вещей может быть ненужных вам можете избавиться от клапана либо хранить там документы и деньги на случай например если захотелось купить что-то в магазине в нем который вы прошли коллекции легких трекинговых рюкзаков есть отличные две модели градиент и градиент лайт дальше у нас на очередь рюкзаки для альпинизма чем они характерны они характерны тем что они максимально облегченные при этом функционал не страдает у них минимум внешних карманов и максимально много навески на рюкзак чтобы расположить весь ледовый инструмент который потребуется при восхождении непосредственно под рукой и так самое главное это спина рюкзака она без какого-либо айрмеша куда может забиться снег либо на таять лед спина максимально тонкая каркас максимально тонкий сделан для того чтобы уменьшить вес и расположить груз непосредственно близко к вашему центру тяжести в альпинизме это очень важно еще очень важной особенностью является то что рюкзак альпинизма желательно также облегчить и можно спокойно вытащить пояс который возможно будет мешать вам при работе со страховкой и возможно это вам просто не надо чтобы не мешало при работе с веревкой и просто ничего не висела у вас на поясе лишнего рюкзак для альпинизма максимально влага защищен у него нет никакого рейн ковера весь материал сам по себе водостойки ну или и грубо говоря снега стойки такого рода рюкзак всегда должен иметь фурниту возле крепления ледового инструмента кошек и веревки эта стропа не только отлично закрывает и компрессует рюкзак сюда можно запихнуть классную бухту веревки и самое классное что есть в этих рюкзаках это съемная спина которая служит не только каркасом для рюкзака но и экстренной пенкой в случае холодной очевки нулю какие-то любые ситуации отмечу что в облегченных рюкзаках вы не найдете второго входа рюкзаки все моно объемные и имеют очень легкий и прочный материал дабы не царапать их кошками итак мы подошли к такому формату рюкзаков по которому все окружающие люди понимают что ты болен горами это рюкзаки для горного туризма они всегда очень большие в них очень много пространства куда вы можете положить все то что вы хотите унести либо съесть характерными особенностями таких рюкзаков является это регулируемая спина мощная мягкая широкая подгоняется под рост любого человека такой рюкзак имеет много дополнительных регулировок чтобы максимально комфортно переносить большой груз на длинные расстояния также обратим внимание на пояс пояс такой же широкий и мощный напоминаем что до 60 процентов веса лежит на ваших подвздошных костях характерной особенностью является том что горный рюкзак имеет много возможности размещения снаряжения это как основной объем дополнительно боковые карманы фронтальные карманы клапан и не забываем про то что рюкзак двухобъемный вы можете разделить рюкзак на какие-то части и иметь доступ снизу к содержимому все материалы в таких рюкзаках имеют более плотное плетение от 200 день и и выше дно рюкзака естественно будет 500 день и чтобы выдерживать всевозможные нагрузки трения самое главное такой рюкзак никогда не будет легким ведь тяжелый грузовик перевозит тяжелые грузы на длинные расстояния и наверное самым большим блоком в семье рюкзаков выступают рюкзаки для похода выходного дня для пвд он всегда более простой имеет гибкий не жесткий каркас имеет в целом довольно таки плотный пояс чтобы в любом случае освободить ваши плечи от дополнительной нагрузки как и все рюкзаки они имеют ту же систему регулировки которая позволит вам максимально точно подогнать рюкзак под вашу анатомию как и других отличают большие стрейчевые карманы по бокам либо во фронтальной части зачем чтобы туда положить фотоаппарат и максимально много фотографировать я положил просто фотоаппарат на поясе всегда есть маленький органайзер для того чтобы положить там кошелек либо мобильный телефон очень помогает если вы идете где-то в населенных пунктах и вам часто попадаются магазин так вы идете в короткий поход скорее всего у вас будет очень много так вы идете в маленький поход скорее у вас очень много всяких мелочей чтобы они не лежали просто грузом в основном объеме есть некоторое количество карманов куда вы можете все делать 5 это тоже очень важно смотреть при выборе такого рюкзака моделька шторм 45 и легкоходная моделька градиент 35 это скажем такая классика рюкзачок тяжеленький облегченной версии он будет выглядеть так продолжая вопрос про мелочи обратим внимание всегда на дополнительные карманы сбоку которая заполнится тем что у вас не влезу в основной объем также понимая из цели вашего похода вы можете избавиться ненужных вещей и использовать внутренний функционал максимально таким образом вы избавляетесь от лишнего веса возможно который вам не нужен вы передвигаете таких условиях быстрее и точнее объем рюкзака для похода выходного дня конечно же должен складываться из формата снаряжения которые вы будете использовать но советую вам все-таки отдыхать и не таскать много лишнего на себе берите максимум 40 литров в семье рюкзаков всегда есть рюкзак который уделяется максимальной функциональностью и этот рюкзак сделан для определенной цели этот рюкзак для бэк-кантри либо для скитура либо для фрирайда маловероятно что он подойдет вам для каких-то пеших вещей потому что его особенности уникальны во первых из концепции лавиной безопасности в этом рюкзаке всегда есть самое главное что нужно проверять это карман в котором располагается все лавинное снаряжение лопата щуп характерно для всего этого дела также доступ основной объем со спины делается для того чтобы не снимать рюкзак сейчас продемонстрируем и достаем то что нужно все рюкзаки для лыжных походов для скитура должны обладать максимально прочной внешней тканью чтобы выдерживать порезы контов лыж сноубордов кошек от снегоступов в том числе максимальное количество различных регулировок и затяжек позволяют практически в любом формате переносить снежные снаряды либо лыжи либо сноуборд для сноуборда есть крепление фронтальное для лыж есть крепление боковое одно выполнено в виде фаста другое и другое в виде фаста специальный карман для оптики вы всегда должны иметь вторую масочку при себе и вот она стропа для косого крепления лыж вы же располагаются по диагонали вот таким образом так забыли все что я говорил и показывал самое главное определитесь с тем сколько вещей вы хотите взять от этого зависит объем рюкзака напомню что для трекинга мы берем рюкзак максимально легкий с хорошей спиной для горного туризма берем большой рюкзак с мощной спиной с мощными внешним материалом в альпинизме мы берем минимальный рюкзак с прочным внешним тонким материалом без всяких лишних вещей рюкзаки для pvd максимум 40 литров не берите лишнего не берите тяжелого сам рюкзак должен быть максимально легким с большим количеством кармашков и если вы идете в выжжный поход возьмите лучше за для бэккантрия весь ваш груз все-таки мне кажется поедет в волокушах это был небольшой экскурс по характеристикам в плане рюкзаков поэтому желаем вам хорошего выбора и легкого рюкзака